Мы сегодня будем исследовать новую тему, которая очень важна в нашей жизни, необходима, без которой, как учить Священное Писание, нету победы, нету даже того, чтобы войти в Церковь. И мы будем сегодня говорить о Духе Святом, о Духе Святом, как залог, о Духе Святом, как залог. И мы это прочитаем в послании Ефесянам, послании к Ефесской Церкви, это будет 1 глава, с 13 стишка. А вообще-то мы начнем с 7. Основная мысль – это 13-14 стих. Апостол Павел пишет послание Ефесской Церкви. Я думаю, что все мы очень хорошо помним эту ситуацию, когда мы читаем «Деяния апостолов», и где апостол Павел, проходя в верхние страны, потом он зашел в Ефес, и в Ефесе нашел небольшую группу верующих. Помните, какой первый вопрос он задал им? «Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши?» Они говорят ему, а мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Тогда он их спрашивает, а вот что же вы крестились? Они говорят, мы крестились Иоанновым крещением. Но по сегодняшнему времени это, может быть, покаялись. Вот они покаялись. И мы читаем, Слово Божие нам говорит, что он начал им проповедовать, начал им говорить. И что произошло? А произошло то, что они крестились водным крещением, а после водного крещения он помолился, и они получили Дух Святой. И поэтому мы видим, что, когда люди говорят сегодня о том, что покаяние решает все вопросы, то мы видим, что покаяние решает только один вопрос. То есть покаяние. Хочу на это обратить внимание. Не момент, когда человек вышел на покаяние. Сколько людей вышло на покаяние, и больше никогда в церковь не пришли. То есть вот это такой очень опасный момент, когда человек вышел на покаяние, а ему говорят, о, ты уже покаялся. А некоторые говорят, о, ты уже родился свыше. А некоторые говорят, о, ты уже дитё Божие. О, ты уже спасённый. О, тебе уже грехи прощены. А он больше в церковь даже не приходил. То есть стоит вопрос, он покаялся или нет? Конечно, нет. Конечно, не покаялся. То есть, когда человек покаялся, то есть если действительно он покаялся, у него мысли на 180 градусов повернулись. А его жизнь повернулась на 180 градусов. Помню, кто-то сказал, на 360. То есть, а то, какой он был, такой и остался. На 360. Вроде бы то много. То есть, как он шёл, так он... Откуда он пришёл туда, он и ушёл. Вот. А вот на 180, это он пошёл в обратную сторону. И мы видим, что вот здесь они собирались, они иоанново крещение приняли. Но, учитывая Новый Завет, вот прошло некоторое время, и апостол Павел пишет им письмо. Вот здесь некоторые учения на это не обращают внимания. И говорят, вот видите, мы читаем послание Ефейской Церкви, и написано, вы, услышавшие слово благовествования, ваше спасение, запечатлены обетованным с тем духом. Но они не учитывают того, что же произошло, когда Ефесяне услышали слово. То есть, они берут вот это послание Ефесянам как первую ступенечку. Они берут это как будто в первый раз. Как будто это никто никогда ничего не знал, не видел, не слышал. И вот первый раз, что-то раз и случилось. А мы видим, что апостол Павел уже пишет им как знакомым. Пишет уже им тем, которых он беседовал, проповедовал, крестил их. И при его молитве Господь крестил их Духом Святым. И вот он пишет им послание. Вы знаете, это настолько прекрасное послание. Если дома прочитаете с первого стиха, не ошибетесь. Седьмого стиха. В котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Каковою Он при избытке даровал нам, во всякой премудрости и разумении. Открыл нам тайну Своей воли, по Своему благоволению, которые Он прежде положил в Нем. Устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем и вы, услышавши, в Нем и вы, сделали с наследником и бывши, предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли Своей. дабы послужить похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши Слово истины, благовестания вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который, ей залог наследия нашего, для искупления у дела Его, в похвалу славы Его. Вот такое сильное место священного Писания, где апостол напоминает не только о тех, кто уверовал, но и он говорит и о тех евреях, которые ожидали Господа. И мы видим здесь, он вот в этом стихе пишет 12 стих, «Дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». То есть евреи, некоторые из них уповали на Христа, ожидали, мы видим, как Симеон, как другие верующие, все-таки это были люди, которые ожидали. Ожидали Христа, ожидали Мессию, они были уверены в том, что Он придет, и даже пророчествовали, пребывая в таком состоянии. И дальше говорит, «И в нем и вы, то есть в нем и вы, как и мы, язычники, когда услышали слово истнеблагослование нашего спасения и уверовали в Него, то есть в Господа. И вот здесь такие слова, запечатлены обетованным стимным духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его по хвалу славы Его». Прежде чем мы будем говорить о таком важном вопросе, как залог, о таком важном вопросе, как залог, я хотел бы еще и еще раз, друзья, обратить внимание, потому что остаются записи, остаются беседы, остаются свидетели. И, например, я очень хорошо знал брата Виктора Белыха, то есть очень хорошо я встречался с ним, неоднократно имели беседы. Дальше брат Иван Левчук, тоже очень хорошо были знакомы с ним, вот, и неоднократно слышали его беседы. То есть это те братья, это те братья, которые еще знают, пребывали на беседах вместе с Варанаевым. Поэтому мы видим, что люди, которые знакомы с этим учением, и если говорить о некоторых вопросах учения Варанаева, то я думаю, что мы больше относимся не просто к учению Варанаева, но как к библейскому учению, но тем братьям, которые уже приняли это учение от него, то есть от Варанаева. Это были такие братья, как Бедаш, другие братья, которые приняли эту истину, и они уже более исследуя Писание, более исследуя эту истину, далее передавали уже как вот и Левчуку, и Белыху, и другим братьям, которых уже нету в живых на земле, от которых мы приняли это благовествование, и они нам передали, и вообще-то, когда мы читаем Библию, мы видим такое учение, которое нам очень важно говорит о Духе Святом, очень важно, друзья, которое говорит нам о Духе Святом, и в принципе, когда мы говорим, прежде, когда мы будем говорить о залоге, о залоге, то мы видим, друзья, что когда человек принимает вот этот залог, должны быть видны данные, ну, к примеру, когда блудный сын пришел к отцу, возвратился, на что мы должны обратить внимание, друзья, потому что некоторые обращают внимание о том, что отец дал ему перстень, это все правильно, все действительно, но я думаю, что вы очень мало слышали внимания, где бы было бы обращено внимание на такой факт, при всей любви к сыну, при всем тому, что он его принял как отец, но он его не посадил за стол в его старой одежде, друзья, так или нет? и вот обратите внимание, что на эту тему никто не проповедует, проповедует только о том, что перстень дали, любовь явил, принял как заблудшего, очень много говорят о сыне, во втором сыне, некоторые так противился, одно, другое, третье, но что отец его не посадил в старой одежде, рваной, грязной, об этом почему-то умалкивается, а вообще-то, друзья, это очень, это очень важный момент, отец его полностью переодел и одел перстень не сразу, а тогда, когда он его очистил, омыл, переодел, то есть мы видим, что вот эта печать, то есть практически отец его принял и дал ему то же наследство, и друзья, хочется сказать о том, что крещение Духом Святым есть такое понимание, что человек может быть крещеный Духом Святым не имея наречия. Ну, я хочу задать вам вопрос и вы, я думаю, каждый очень правильно ответит. Можно ли умереть для умереть Ветхому Адаму и умереть для греха, не принимая водного крещения? А? Конечно, нет. Конечно, нет, друзья мои дорогие. То есть, если мы сегодня увидим такое учение, что можно умереть Ветхому Адаму и получить прощение грехов и воскреснуть из мертвых без водного крещения, то вы скажете, брат, подожди, с тобой что-то не в порядке. Точно такой же вопрос, друзья, нельзя родиться свыше без крещения Духом Святым. Следующий вопрос. Крещение Духом Святым без иных языков не является крещением Духом Святым. То есть, получается, что во мне поселился тот, который глухой, немой, ну, не разговаривает и когда мы говорим о Духе Святом, то обратите внимание, что сказал Христос. Когда придет Он, смотрите, возвесить вам то, что услышит. От кого услышит? От меня услышит, да? Говорит Христос, от Него. Говорит, то, что от меня услышит, значит, Он не глухой. Он слышит. А потому Он вам это возвестит, значит, что Он делает? Говорит. А то, что Он говорит, об этом мы, ну, давайте сразу скажем. Написано, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьей, а потом Он еще что-то как-то обращается к Отцу. А воотче, да? О, кажется, Он еще умеет Отца называть правильно. И поэтому, вы знаете, я могу сто раз сегодня сказать тя воотче. Это мой язык говорит, это мой разум говорит. Поэтому, когда Слово Божие нам говорит о том, что представьте тела ваши для разумного служения, то я, друзья, очень сомневаюсь, что там касается нашего разума, нашего плотского разума. Если Христос сказал, вселюся в них, буду ходить в них, они будут моим народом, я буду их Богом, то, наверное, у нас должен быть разум, как, помните, написано есть, разум Христов. То вот мы можем представить себя для разумного служения, для разумного, когда у нас есть разум Христов. Поэтому сегодня для нас очень важно понимать, что если некоторые верующие люди говорят о том, что ну, посмотрите, умовение ног. Один только Иоанн написал, а больше никто из учеников не написал. А ну, давайте проверим, друзья, Новый Завет и всех апостолов, учеников, то есть Христа. Кто из них говорил о том, что если я не уйду, Дух Святой не придет к вам? Если не уйду, а если уйдут, я умолю Отца, Он пошлет вам Духа Святого, когда Он придет обличить мир о грехе, о правде, о суде, и мы все так проповедуем, и мы все так говорим, а ведь только Иоанн об этом написал. Никто из учеников об этом не писал. Только Иоанн. И мы не говорим, слушай, так это Иоанн только написал. Давайте им эту главу уберем. А потом молитва. А потом, друзья, сколько притчи, виноградная лоза. Давайте мы все это уберем. Почему? По той причине, что апостолы об этом не говорили, и ученики об этом не писали. Только лишь один Иоанн написал. Это такая риторика богословов. Вот. Но есть Евангелие, есть очень важное такое познание, как учение. И апостол Павел Тимофею пишет «Вникай в себя и в слово». Что-что? Вникай в себя и в учение. Оказывается, друзья, дорогие, что вот в этом слове, вот здесь слово, но в этом слове есть учение. Учение о браке, учение о семье, учение о переходе, учение о целомудрии, учение о святости, учение о водном крещении, учение о духовном крещении, даже если учение огненном крещении. И все это в этом слове. И нам, изучающим это слово, нужно все поставить на свои места. Где слово говорит об учении, как о водном крещении? Где слово Божие говорит об учении, как о духовном крещении, где Слово Божие говорит об учении, как о огненном крещении, где оно говорит о правильном разводе или о правильном браке, где оно говорит о семье и как проводить жизнь юноши, да, девицы, как проводить жизнь старца и старицы, то есть старца и старица, то есть мы видим, что вот в этом слове есть учение. И сегодня у нас учение это, друзья дорогие, о залоге. То есть Дух Святой, как мы прочитали, есть залог. Вы знаете, что есть очень много таких пониманий, что такое залог, но в сущности суть это одна и та же. Задаток, да? Залог, задаток, это одно и то же слово. И значение одно и то же. То есть если я прихожу к брату Ивану, а брат Иван продает квартиру. Я говорю, слушай, дорогой человек, вот мне она настолько понравилась, вот. А если кто-то будет больше давать, чем я? Он говорит, но если ты отдашь залог, значит я буду иметь гарантию, что ты возьмешь эту квартиру. А если нет, завтра человек придет, будет покупать, а я не знаю, будешь ты брать ее или нет. И что я делаю? Я даю задаток, я даю залог. Этот залог намного меньше, чем основная сумма. И еще, друзья дорогие, этот залог намного меньше, чем та ценность, которую я покупаю. Так или нет? То есть, та ценность, квартира там, или еще что-то, та ценность, которую я покупаю, она намного дороже стоит, чем мой залог. Теперь вы понимаете суть? Если нам так хорошо в Духе Святом, если когда Дух Святой нас исполняет, когда Дух Святой наполняет своей полнотою, и нам так приятно, а какова же эта ценность, в которую мы войдем? А что же это за радость, которая нас ожидает? Но, говоря, друзья, о залоге, мы должны же сегодня поговорить и о хозяине, у которого что-то есть. И вот мы видим, как все это приобреталось. Мы можем прочитать многие места Священного Писания, которые нам говорят о благословении, которые нам говорят, друзья, о радости, об утешении. Вот. И я говорил уже как-то здесь на днях о том, что когда мы говорим о Новом Завете и об этом залоге, об этом обетовании, которое нам дано, то учитывая Ветхий Завет, мы понимаем, что и читая Ветхий Завет, мы видим, ну, есть многие места Писания в Трозаконе и в Исходе, где Бог говорил, что если вы вот эти заповеди исполните, то вы войдете в обетованную землю. Вот Моисей с Аароном, они нарушили Божью святость, не свою, они Божью святость нарушили. И Бог им говорит, вы не войдете в обетованную землю. То есть, вот эти весь закон Ветхого Завета, он, друзья, для исполнения того, чтобы их ввести в обетованную землю. Поэтому Слово Божие говорит, если при двух-трех свидетелях человек было доказано, что он нарушил закон, то груда камней. И дальше апостол Павел говорит, то сколь тягчайшему наказанию повинен будет тот, кто попирает. А что попирает? А теперь мы видим, как нам куплено необетованная земля, а, друзья, небо. Если Господь так был строг к тем людям, которых нужно было увести всего-навсего в обетованную землю. Ну, я думаю, мы понимаем это, не просто там была пустая земля, а там была обетованная земля, и вопрос тот, что люди, которые населяли, они в какой-то мере в начале, может, также были послушны Господу. Ведь почему Бог в самом начале, Он же открыл Свое спасение всем людям? Там же не было, что вот Его искупленный народ это Израиль и все. Мы видим, что вот этот промежуток времени до потопа все же люди вышли-то от Адама, они все должны были знать Бога, они должны были поклоняться Ему, они должны были познавать истину. Но видим, что уже в каких-то вот годах люди стали, как написано, сыны человеческие, то есть это люди, которые не знали Бога. Люди, которые не знали Бога. И были те люди, которые знали Бога. Ну, потом все это потихонечку уходило-уходило, и мы видим, что и всех этих людей остался только один Ной и его семья. Вот. И дальше мы видим опять после потопа, Ной же был праведник, но после его потопа опять мы видим, люди же знали Бога, поклонялись Ему, но проходит опять какое-то определенное время, и Бог усматривает для себя Авраама, праведника, и от него начинает производить тот народ, который, по идее, должен быть верным, любящим, искренним. Но видим, что опять-таки Израиль отступает от Бога, видимо, опять, друзья, уходит от истины, и проходит время, где Бог посылает своего Сына Иисуса Христа, и посылает для кого? Для Израиля, чтобы спасти свой народ. И помните, эта женщина, которая говорила, и настолько она смирилась, да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их. И видим дальше, но уже пророки пророчествовали о спасении язычников, уже пророчества были о том, что когда придет Мессия, Он спасет многих людей. И вот мы видим, когда, как Христос для нас приобрел вот эту ценность, это спасение неба. И видим, что теперь, друзья дорогие, для тех людей, которые познают Господа, познают Его волю, познают Его Слово. Бог ставит свою печать. Практически, Дух Святой является печатью. Дух Святой, как я говорил, Дух Святой не ставит печать, а Дух Святой сам является печатью в нашей жизни. Это тот же самый перстень. То есть, человек, который имеет этот перстень, о чем это говорит? Это говорит о том, что он имеет какое-то право, он имеет какую-то власть, он имеет, да, что-то, за этим перстень что-то стоит. И поэтому, когда человек крещеный Духом Святым, то за этим, друзья, что-то стоит. Во-первых, мы имеем Отца Богом. Бога Отцом, то есть. И мы видим, что все то, о чем мы сегодня говорим, мы видим, что Бог своему народу дает вот этот залог на спасение, на Новый Иерусалим. И поэтому, друзья, когда мы рассматриваем этот вопрос о Царстве Божьем, мы читаем некоторые места Писания, где Слово Божие нам говорит, «Ибо сия кровь моя Новый Завет, за многих сливаемая на прощение грехов». Матфея 26-28. Мы видим, что здесь очень важно, и мы читаем еще Евреям, Послание к Евреям, 9 глава, 16-17 стих. Послание к Евреям, 9 глава, 16-17 стих. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя». Потому что завещание, действительно, после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жил. Друзья, все исполнилось, все правильно у нас. Завещатель наш умер или нет? А? Ну, Христос-то умер или нет? А? Конечно, умер. Конечно, умер Христос. То есть, Он за нас умер. Вот. Он отдал Свою жизнь за нас. И Слово Божие нам говорит, если мы знали Христа воплотить, то теперь, теперь мы не знаем. Да, мы знаем Нового, Воскресшего, все это ясно, Он живой, друзья, все это понятно. Но Он по закону наследства, по закону завещания, Он это исполнил. Он, Он это исполнил. Поэтому мы видим, Слово Божие нам напоминает о том, что мы имеем это благословение в том, что, как здесь и читаем послание к евреям, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Смерть завещателя. Потому что завещание, действительно, после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Поэтому сегодня мы имеем Царство на небесах. Это Царство даровано нам Господом. И вот читаем мы Слово нам Божие говорит, «И я пошлю обетование отца моего, Луки, 24 глава, 49 стих». Иван для Луки, 24 глава, 49 стих. «И я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облететесь силою свыше». Ну, если человек не хочет признавать это за Дух Святой, мы сегодня понимаем, да, «я пошлю обетование отца». Мы же понимаем, о чем здесь сказано. Здесь сказано о Духе Святом. Вот. Это не просто обетование, а здесь сказано о Духе Святом. Говорит, «и я пошлю обетование отца моего на вас». Христос Иоанна, Иоанн Леотиана говорит, «я умолю отца». Я умолю отца, и он даст вам другого утешителя. Говорит, «для вас лучше, если я уйду». И вот мы видим, что это обетование, обетование, которое дарованное нам. «Я пошлю обетование отца моего на вас, вы же оставайтесь в Иерусалиме, пока не исполнитесь силою свыше». Итак, мы видим, что они, я не думаю, что ученики понимали, вообще, о чем идет разговор. Они ожидали, они молились, вот, и вдруг, мы знаем, как это все случилось, когда в день Пятидесятницы они были единодушно вместе, и что Бог делает? Бог, друзья дорогие, вот этот небесный залог, этот небесный залог посылает в их сердце, посылает в их жизнь, посылает это действительно чудное Божие благословение. И мы будем говорить о четырех таких основных значениях залога. То есть, четыре значения залога, которые мы встречаем в Священном Писании. И вот одно из значений залога это печать, печать наследника. Это будет, когда мы говорим Евангелие от Луки, 15 глава, 22 стих, это притча о блудном сыне, где отец, он с радостью принимает, вот, и посылает это чудное Божие благословение. И тот же самый вопрос с Ефесянам, это 1 глава, 13 стих, что «И вы, уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Ну, какая-то печать. Мы видим, что сегодня люди, которые женятся, выходят замуж, ну, у них есть даже какое-то значение, вот, кто-то одевает обручальное кольцо, а кто-то говорит, мое обручальное кольцо, это моя совесть перед Господом по отношению к моему мужу или к моей жене. Вот. Сегодня есть много людей, которые могут и кольца носить, и вместо домой куда-то еще заходить. Но народ Божий, народ Божий, даже если и кольца нету, то он знает, где его дом, и он знает, куда идти домой, и он знает, друзья, друзья, кто его ожидает. Почему? Потому что он в совести перед Богом знает свою ответственность. Поэтому очень важно, друзья, когда вот эта духовная печать. Потому что там и люди верующие, духовные, у нас очень много есть духовного значения. Вот мы христиане, нигде у нас на лбу не написано христианин. Но наши поступки, наша жизнь, одних они раздражают, вот, а другие спрашивают. И так Писание нам говорит, Слово Божие говорит о том, что для одних запах живительный на жизнь, а для других несет смерть. И ничего удивительного. Поэтому кто-то будет любить, кто-то будет уважать, вот, а кто-то, конечно, ненавидит. Почему? Потому что человек находится в смерти. Человек находится в таком ужасном состоянии. и вы знаете, друзья, что печать, она всегда имеет значение. Ну, если сейчас, конечно, время такое, ну, а было время, когда любая бумажка, если там нету печати, то она ничего не значила. Вот. Поэтому, да, есть какие-то вещи. Вы знаете, если вы идете в нотариус, и там нотариус вам дал целую кучу бумаг, но если он не поставил свою печать, то вы можете хоть куда хотите идти. И сказать, что я был в нотариусе, я был там или там, да, посмотрите, да, вот, сразу видать ту бумагу, которая с нотариуса, ее видать. Там есть отличительный знак. Вот. То же самое здесь Слово Божие нам говорит, что мы имеем отличительный знак в духовном мире. В духовном мире. И это очень важный знак. Вы знаете, друзья, что люди могут этот знак не видеть. Но дьявол очень хорошо видит этот знак. Ангелы очень хорошо видят этот знак. Бог очень хорошо видит этот знак. Вот эта печать. Она не на лбу, но, друзья, дорогие, мы имеем эту печать в нашей жизни. Многие люди в этом мире очень озабочены о печати 7666 и не подозревая, что уже многие сегодня эту печать носят. Друзья, но не будет же, помните, как там написано о Божьей печати. Говорит, пока начало святых, не будут запечатлены. Ну, начало, а то куда? На лоб, так будем прямо говорить. Но, друзья, кто из нас видит здесь 777? Да? Кто видит? 777 вот здесь стоит. Никто не видит. Но Бог видит, ангелы видят, дьявол видит. Вот точно так, 666. Люди заботятся. Знаете, что меня удивляет, что некоторые христиане, они почему-то поставили себе такой знак. Как только антихрист сядет в Иерусалиме, на престоле, все, нужно каяться, нужно бежать к Богу, все уже, вот теперь уже настанет. Да, и человек может не понимать, что он уже давно имеет эту печать, 666. Человек уже служит давно дьяволу. Он не послушен Богу, он не любит Господа, он не повинуется ему, а ожидает, пока дьявол сядет там, где-то в Иерусалиме. А то, что сидит уже на престоле сердца, человек даже не думает, что дьявол уже давно там сидит, загнуздал и уже погоняет им. Поэтому для нас очень важно сегодня, что мы имеем эту печать. И когда вы читаете Откровение, где Бог говорит, что те люди, которые имеют на себе печать Бога живого, то мы видим некоторые вещи в Откровении, там наказания некоторые, еще говорит, только не делай тем, кто запечатлен, кто имеет печать Бога Всемогущего. И поэтому сегодня, друзья, нам нужно сохранить эту печать. Почему мы сегодня говорим, это залог, залог наследия. Это одно из качеств залога, это печать. И я бы сказал, это очень важно, когда в духовном мире на духовном уровне, не на уровне человеческих мыслей, человеческого взгляда, человеческого понятия, человеческого разумения. А мы сегодня, как духовные люди, понимаем, и так говорит Библия, это духовная печать. Она имеет свой смысл, она имеет свое значение. Но в течение нашей жизни мы можем обновляться и подобно Адаму с Евой. Все-таки есть такое мнение, я его придерживаюсь, я не хочу сказать, что это да и аминь, но все-таки, друзья мои, когда до согрешения Адама с Евой, ну, они же почему-то были такие, как они были, но они что-то не замечали, что они слеповатые были или как. Нет, они очень хорошо видели, но возможно, одеянием его их был свет. Одеянием был свет. И когда они согрешили подобно дьяволу, ведь дьявол был носитель света. Дьявол был, это самый прекрасный ангел был. В чем его ошибка? В чем, друзья, его проблема? Гордость. Ну, я думаю, что гордость была на почве того, что он думал, поскольку он был светоноситель, что благодаря его свету и Бог освящается. Благодаря его свету и ангелы освящаются. и когда пришла вот эта гордость, то, друзья, он потерял этот свет. И мы видим сегодня, кем он есть. Хотя в жизни своей он может явиться как ангел света. Так мы читаем так, друзья? Да, мы читаем, что он может явиться как ангел света. Но только я утрирую чуть-чуть, но только копыт он не может спрятать. Я не помню, рассказывал или нет о такой случае. Вообще-то рассказывал за одного из братьев, который уверовал, но Лебединое озеро любил очень. И он аж сглубь Эстонии ездил туда, в Питер, чтобы там Лебединое озеро посмотреть. И даже уже когда покаялся, когда был и вдруг узнал, он опять поехал в этот театр. Некоторые говорят, что театр это духовная пища. Вот он поехал на эту духовную пищу и смотрит с балкона там, или где он сидел, лебедят эти. Я не видел, я не знаю по его словам, какие-то там лебедята выскочили. Вот, не знаю. А, вот брат Иван значит знаком с этим делом. Танец маленьких лебедей. Когда он смотрит, а они с копытами. Бог его вразумил. Куда ты пошел? Ты же имеешь печать Божью. Зачем тебе эти копыта? Вот вам духовная пища. Люди сегодня на концерты ходят. Духовная музыка. Ну, духовная может быть. Но духовная музыка может быть только в церкви. То, что ее написал какой-то человек, она же не может быть духовной от того, что человек какой-то написал. Ведь духовным является то, что освящается Богом. Я не думаю, что в каком-то театре Бог освящает музыку, что она духовная музыка. Это люди для своего успокоения назвали ее духовной. А все то, что духовно, исходит от Духа Святого. Оно в церкви освящается Богом. А люди вот так для своего успокоения духовное. Его говорят духовная пища. Поэтому, друзья, дорогие, самая настоящая духовная пища это то, что мы имеем в Духе Святом. И то, что мы имеем сегодня в Духе Святом. Вот это очень важную вещь печать. Печать, которая есть крещение Духом Святом. То есть, одно из этих вещей. Римлянам. Римлянам, 8 глава с 15 по 17 сих. Римлянам, 8 глава 15-17 сих. Вы не приняли Духа рабства, чтобы жить опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым называем Авва Отче. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Друзья, обратите внимание, очень, очень важный момент. То, что мы получили в Духе Святом. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И так вот мы имеем эту печать. И эта печать говорит о силе, эта печать говорит о власти, эта печать говорит об усыновлении, и это очень важно, друзья мои дорогие. Эта печать говорит о том, что мы законные дети. Что мы законные дети. Возьмите даже в этом мире. Опекун это законный отец или нет? Нет, это не законный отец. Да, мы можем еще другие вещи, но я сегодня подойду, да, вот, к любой сестричке, вот, к Тамаре подойду, да, я скажу, ну, мамунь, как дела? То есть по возрасту, да, каждый из нас может, да, подойти к какой-то бабушке, да, вот, еще кому-то, ну, к любому, да, своего там возраста, не своего, но подойти пожилой сестре и сказать, мамуля, как жизнь наша? Ну, и сказать, ну, чего сыночек, все нормально. Но я-то могу назвать, но по закону, да, есть печать, которая о чем-то говорит. Да, что у меня была мама, да, был отец, вот. И так мы видим, друзья дорогие, что вот здесь очень важно, печать нам это говорит, что мы законные дети. А если дети, то наследники, кому квартиры принадлежат, если у вас есть дети? Вашим детям. Они наследники всего того, что у вас есть. И это даже блудный сын, который пришел, раз он получил персень, значит, что он получил? Он получил и наследство. Этот персень, он имел право им, что-то, договора какие-то, это же не просто для красы давали персень, чтобы он красовался. Там нет, друзья, в ветхие времена, в те времена персень, он что-то значил, печать. Она значила, то есть человек имел право. Помните, там один шел по дороге, ну и не разобрался. Ну, говорит, дай персень свою, да, потом еще что-то, вот, печать, да, персень свой. то все, он остался без власти, персня нету, власти нету, то есть, что ты будешь делать? Вот так, немножко поигрался. Поэтому сегодня в нашей жизни нам очень важно, дорогие, чтобы мы имели благословение и ни в коем случае не потеряли вот эту печать. Что нам нужно делать? Нам нужно возрастать духовно. Нам нужно молиться. Нам нужно упражнять себя посте в молитве. Я не говорю о том, что мы в общих служениях должны побольше молиться на наречии. Но дома, друзья дорогие, в дороге, где бы то мы ни были, мы должны молиться Духом Святым. Мы должны возрастать в Духе Святом. И в собрании. Но мы понимаем, друзья, что я хочу, чтобы вы правильно поняли. Для того, чтобы не загружать себя, я могу целое собрание промолиться Духом Святым. И загружать себя нисколько не буду. Но я же так же хочу сказать Богу то, что у меня на сердце. Я так же хочу сказать Богу те проблемы, которые я вижу. Я так же хочу побеседовать с Богом на уровне своего понимания, как я хочу с Ним встретиться. Я хочу Ему что-то объяснить. А здесь нужно напрягать. Здесь нужно напрягать свой разум. Здесь нужно напрягать свое сердце. Здесь нужно напрягать свои желания. То есть, а так, знаете, ничего, я могу промолиться целое собрание Духом Святым, промолился и все. Еще, друзья, очень важный момент в нашей жизни. Когда Дух Святой молится, или когда наш Дух молится. вы знаете, раньше нас учили так братья о том, что наш Дух, крещенный Духом Святым, имеет возможность молиться на иных языках. Да, наш Дух, потому что мы читаем здесь, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Практически, что произошло вот в этом духовном мире. Когда Адам умер, то вот этот Дух, которым сегодня Дух свидетельствует, Святой нашему Духу, он умер. И поэтому Писание говорит, и вас, мертвых, по преступлениям, и грехам вашим, что сделал? А животворил. Как он оживотворил? своею благодатью через Слово, через кровь, через свою жертву, через Дух Святой. И теперь Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Что произошло вот это благословение, которое мы называем поклонением в Духе и в истине. Все, что я хочу сегодня сделать в моем сердце, оно происходит через мой разум, а дальше рождается в моем Духе. И вот эти добрые мысли, добрые желания, победа, противостать против греха, оно рождается в моем Духе. Почему? Потому что там стоит печать. Там печать усыновления. Там есть печать, кому я принадлежу. Там есть печать, что я стою. Ну, может быть, нельзя это говорить очень громко. Но если мы внимательно посмотрим на Священное Писание, скажите, какое значение имеет человек, о котором сказано, и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. Мертвый, да, мертвый по святствам грехов и преступлений. Скажите, какую ценность он имеет? Ну, вы понимаете, да, я говорю, это громко говорить нельзя, иначе побьют камнями. Ну, сегодня человек же это ценность. А Писание говорит, вас мертвый, вот мертвый человек, какую ценность он имеет? Ну, вот нас мертвых, что Бог сделал? А животворил, вот теперь ценность. Вот живой человек, теперь ценность. Оказывается, человек смеется, радуется, плачет и может быть мертвым. Мертвым для кого? Для Бога, друзья мои. Вот для Бога он мертвый. И для того, чтобы вот этот дух, который умер, Адам, вот чтобы его оживотворить, нужен встречный дух, дух святой. И дух святой встречается с нашим мертвым духом, и что делает? Оживляет его, воскрешает его, и мы становимся новыми людьми. Мы становимся живыми, потому что наш дух теперь ожил, воскрес для новой жизни. И говорит, и вы умрили со Христом для чего? Чтобы нам воскреснуть. Для чего? Для новой жизни. Вот мы воскресли для новой жизни. И Бог что сделал? Поставил свою печать. Это мой, это моя, это моя дочь, это мой сын. Теперь, а теперь, дорогие, нам нужно сохранить и возрастать в Духе Святом. Нам нужно молиться, Дух Святой должен иметь свободу. И свободу, друзья, дорогие, не здесь, в языке, а должен иметь свободу в сердце, чтобы не было греха. Чтобы не было греха. Вы знаете, есть одна проблема. Я слышал эту проблему, поэтому иногда очень печально. Как важно, когда в церкви есть такой дар, как дар истолкование. Что такое дар истолкование? Это церковный переводчик. Это церковный переводчик, который переводит молитву Духа Святого на понятный наш язык. Вот это истолкователь. И вот одна из молитв. Человек молится на иных языках, присутствует истолкователь, идет истолкование. О, как мне здесь тяжело! О, как мне здесь трудно! О, как мне здесь больно! Господь, забери меня отсюда! А человек молится на иных языках. А в душе уже что? А в душе уже грех, а в душе уже какая-то неправда, в душе нету свободы Духу Святому. А язык работает, да, уста работают, а в сердце нету свободы, потому что греховный образ жизни. Вот это, друзья, очень опасно. И мы должны, как люди духовные, понимать, какая, что значит свобода? Да, одно из качеств, когда Дух Святой, он меняется, наречие меняется. Это, это хороший признак. Дальше, ну, если ребенок пять ему лет, а он только говорит, папа, мама, хочу кушать, ну, на уровне моего шведского. Хочу кушать, хочу спать, да, хочу пить, добрый день, до свидания, спокойной ночи. Вот, может быть, такой уровень духовного человека. Говорит, а я смотрю, а у меня, говорит, те же самые слова. А ты можешь их наизусть сказать? Да, говорит, могу наизусть сказать. Друзья, это нету духовного роста. Это духовного роста нету. Наше наречие должно меняться. И мы не должны обращать внимание, ага, вот это слово у меня вчера было, а сегодня что-то его нету, надо добавить. Мы даже не знаем, мы даже не знаем, какие у нас слова. Если есть наречие, если дух святой обновляется, ты не знаешь, ну да, в какой-то мере чувствуешь, ну, ски можно различить, где эстонский язык, а где русский. Вот так мы различаем, да, вот, по какой-то интонации, по какому-то выражению. Но, друзья, дорогие, мы должны иметь всегда свободу в Духе Святом. И самое страшное, это когда мы не обращаем внимания, что у нас Дух Святой уже не производит. То есть, наша беседа с Богом остается на уровне спасибо, с Богом, хочу спать, хочу кушать и до свидания. Если бы так мы разговаривали с женами, и на этом все было. Да, ну, хочу кушать, спасибо, спокойной ночи, доброе утро, до свидания, я пошел. Пришел, день добрый, да, или как там, и на этом все. Наверное, не, не, ну да, есть какие-то другие слова, еще. Еще в магазин нужно послать, еще в магазине нужно что-то купить. Дорогие, это очень важно, но, первое, это очень важно, что мы крещены Духом Святым. Дальше все это поправимо. Вот нельзя поправить, если человек не крещен Духом Святым. Ему нужно молиться о крещении Духом Святым. Ему нужно умолить Отца, ему нужно смириться, ему нужно жажду, как написано, жаждущие идите, жаждущие. Не тогда, когда братья сказали, ну, братья и сестры, кто там хочет? Хорошо, слава Богу, когда кто-то откликнется, вот, стесняется, может, но очень важно, когда человек сам заинтересован, сам в этом говорит, я хочу, помогите мне, помогите, давайте мы будем молиться, давайте, давайте будем к этому приходить, чтобы на уместе обращаться к этому. Поэтому, друзья, жаждущие идите, и это очень важно, чтобы мы имели это благословение, имели это утешение и радовались в Господе. Следующий вопрос, значение залога, друзья, Духа Святого, в том, что Он производит в нас святость Божию. Вот это очень важно, что Дух Святой, как залог, Он производит в нас Божью святость. Дух Святой, да, Бог Святой, Христос Святой, и Дух Святой. Вот почему мы святые. Вот почему мы должны быть святые. У нас Отец Святой, Христос Святой, и у нас Дух Святой. И мы должны быть святые. Но без Духа Святого, друзья мои дорогие, поэтому залог, залог, Он приносит к нам в наше сердце Божью святость. Вот почему сказано, имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Сами по себе мы не сможем, друзья, привить как-то эту святость. Сами по себе мы не способны. Но когда мы читаем Галатам, Галатам, 2 глава, 20 стих, Слово Божие нам говорит так, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. От моего возьмется и вам дастся. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу в оплате, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть, Христос в вас. Вселюся в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Написано, «Христос в вас упование славы». Христос в вас. Поэтому, друзья, дорогие, вот это и есть Божье благословение, когда мы имеем святость Божию. Посредством Духа Святого мы имеем это как залог, как печать, мы имеем, друзья, эту святость. И здесь очень важно, чтобы все то, что является святостью в нашей жизни, могло иметь определенные, так сказать, черты. То есть, это наш характер, это наши желания. Все то, что было в нашем сердце, раздражение, гнев, злоба, непрощение, какая-то ненависть и все вот это те внутренние духовные качества, которые мы унаследовали от Адама. Когда Дух Святой пришел со своей святостью, то все это, друзья, дорогие, Слово Божие нам говорит, умертвите, умертвите, оставьте, отложите. Да, что-то нам приходится отложить, что-то нужно умертвить, и поэтому наш характер, наши, это наша борьба, это то, что было в ветхом Адаме, это все, что было в старом нашем этой плоти, должны мы все удалить. и благодаря святости, которую мы получили через Дух Святой. И римлянам 12-я лава 1-й стих говорит, что представьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Для разумного служения. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тело ваше в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего. Оказывается, не только сердце, оказывается, не только сердце, а еще и тело, дабы дух, душа и тело, все цело принадлежало Господу. Мы сегодня не будем увлекаться, удаляться но как много в этом мире людей, которые представляют свое тело для обозрения другому, как много, где люди так заботятся о своем теле, чтобы кому-то понравиться, кого-то соблазнить, и все это делается от ветхого Адама, от плоти. Но если у нас есть залог Духа Святого, то разумное служение, оно не будет, друзья дорогие, так делать. Когда человек представил себе для разумного служения, то это не будет. Мы должны очень быть внимательны, кто управляет нашим разумом, или мир, или дьявол. Потому что Бог, управляя нашим телом, Он никогда не будет это на выставку, на витрину выставлять. Помоги нам Господь. Друзья, мы будем молиться, чтобы Господь нам помог, чтобы Господь нам помог сохранить себя в этой печати. мы будем молиться, чтобы Господь помог нам, мы будем еще беседовать и по этому поводу дальше о святости. Мы очень много будем говорить на эту тему. Мы будем говорить о других двух еще качествах, как залог. Что Он приносит нам в этом залоге? Потому что в этом залоге есть цена, наследство, наследник, да, и тот, кто предлагает это. И вот эти все вместе, все это вместе взятое, оно должно быть единым. Будем так говорить, как продавец, как покупатель, как залог, как и ценность. Оно должно быть все единым, в одном. Когда мы говорим о том, что мы что-то покупаем, то мы хозяина оттуда выдворяем. А нам нужно будет остаться с тем хозяином, чье наследство там находится. Об этом мы тоже будем говорить. Мы хозяина оттуда не выгоняем. Он остается, и он остается хозяином, хотя есть что-то наше. Давайте помолимся, что Бог нас благословил и помог нам в нашей жизни. КОНЕЦ